В Ноябрьске будет построен новый ледовый дворец, а секции бокса и борьбы выйдут из подвалов. Эти и другие вопросы, касающиеся строительства спортивных объектов на территории города, стали темой для встречи главы администрации Ноябрьска Жанны Белоцкой и начальника департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергея Белкея. Совсем недавно между правительством Ямала и компанией «Газпромнефть» было подписано дополнительное соглашение по развитию социальной структуры нашего региона. В рамках договора «Газпромнефть» дополнительно выделяет порядка 1 миллиарда рублей. Основная часть средств пойдет на строительство спортивных объектов в Ноябрьске и Муравленко. Приняли решение строить ледовый дворец. Ну и в том числе, можно сказать, реабилитировав ту тему, которая на слуху у каждого – это реконструкция ледового дворца. Кроме того, уже в этом году в детском парке достроят большой стадион, который призван стать многофункциональным спортивным сооружением. Мы закроем еще одну проблему, которая есть в Ноябрьске касаемо спорта. Это мы сделаем там центр единоборств. И этим мы решим проблему наших спортсменов, боксеров, борцов, которые сегодня, извините меня, занимаются там в подвалах. Не останется без внимания и микрорайон Венгапуровский, где в планах у обеих сторон строительство сразу нескольких значимых объектов, в том числе крытой ледовой площадки и современного спорткомплекса с бассейном. Мы начнем в этом году строительство комплекса, уже серьезного комплекса в микрорайоне Венгапуровский. Ну, а на аналог можно, кому интересно, посмотреть Пурпе. Я думаю, остроту или проблему, так скажем, проблему нехватки спортивных сооружений в городе Ноябрьске мы в ближайшее время решим. По крайней мере, для этого есть все предпосылки и есть полное взаимопонимание руководства города, руководства региона и компании «Газпромнефть». Планируется, что все эти объекты будут введены в эксплуатацию до конца 2015 года. Денис Ручкин, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города.